С 14 по 16 июля в Мозыре проходил второй открытый кубок стран СНГ по гребле на байдарках Каноэ среди ветеранов. Около 120 участников второй год подряд собрались в столице Полесе, чтобы продемонстрировать свое мастерство и, что немаловажно, встретиться друг с другом, пообщаться в той теплой доверительной обстановке, которая только и возможна на состязании опытных мастеров. Как и положено, представительная регатия началась торжественная церемония открытия, на которой прозвучал государственный гимн Республики Беларусь. С приветственным словом выступили представители Мозырского районного исполнительного комитета, а начальник отдела спорта и туризма Галина Санакостяшкина вручила благодарность за плодотворное сотрудничество и значительный вклад в популяризацию физической культуры и спорта в Мозырском районе Олегу Владимировичу Корнеевцу, директору Второго открытого кубка стран СНГ и председателю Мозырского района Организации Белорусского общественного объединения ветеранов физической культуры и спорта. Атмосферу помогали создавать творческие коллективы, за что большая благодарность отделу культуры, а что непосредственно до стартов, то они начались ранним утром, 15 июля на притоке реки Припять Кимбаровской затоки. Соревнования архиважны, особенно в сегодняшнее время. Эти соревнования направлены не только на воспоминания о спортивной деятельности, но и о сплочении людей, что старые друзья так и останутся старыми друзьями и ничто не сможет их разлучить. Первый соревновательный день участники кубка состязались сначала в двойках, на дистанции 350 метров, после была стометровка, в одиночках, и спринт так захватил всех присутствующих, что было решено организовать гонку в Байдар как четверка, что было притворено в жизнь, после чего квартеты отправились на 5-километровый отрезок. Очень приятно было встретить на регате по-настоящему легендарных представителей отечественного спорта, как-то первый мозорский чемпион мира, единственный заслуженный тренер СССР в столице Полесье, заслуженный мастер спорта Советского Союза Леонид Андреевич Деревянко, который и сейчас, как нам кажется, смог бы сесть в Байдарку и продемонстрировать высокий класс. Ну, здесь взрослые люди выступают на соревнованиях, а мне, я думаю, надо еще немножко подрасти, и потом я стартану вместе с ними. А то, что они участвуют и своим примером популяризируют наш вид спорта, я думаю, дети от них учатся, и это большая польза, то, что эти соревнования проходят здесь. Что до выдающихся представителей мирового спорта следующего поколения, то самое активное участие в Кубке СНГ принял олимпийский чемпион, серебряный дважды бронзовый призер главного старта четырехлетия, семикратный чемпион мира Вадим Геннадьевич Махнев. Соревнования такие для возраста, разных возрастов, людей это как воздух, можно сказать, то есть это счастье для них встретиться, пообщаться, погоняться, это отдельная история, то есть мы все спортсмены, нам нужен этот адреналин. Вадим Геннадьевич проводил и церемонию награждения, на которой первыми мы увидели лауреатов гонок-дуэтов на дистанции 350 метров. И так в различных возрастных категориях победы добились байдарошники Николай Баранищ и Иван Суранов, Вадим Новиков и Александр Болтынский, Юрий Толкачев и Геннадий Меженников, Василий Корпцов и Михаил Костюничев, которым, между прочим, на момент состязания исполнился 81 год. Я грибу с 57 года, с 15 лет. Много видов я, там прыжки с трамплина, там грузский хоккей, но вот гребля-то для меня просто отдушина, я получаю сумасшедшее удовольствие. Это продолжение жизни. И вот сюда я приехал на святую землю Белоруссии. В прошлом году приезжал, встретили очень здорово. Ну и решил в этом году обязательно я приеду. Что до Каноэ, то здесь обладателями Кубка на дистанции 350 метров стали. Дмитрий Клименко и Юрий Мазанович, Борис Антоненко и Дмитрий Войтишкин, Игорь Ермаков и Андрей Коробкин, Сергей Хлиманенко и его тезка Смольский, Сергей Точенов, Игорь Цыганов, Вячеслав Халабуденко и Виктор Зотов. Их товарищи по гребле на байдарх Каноэ, которые, как мы уже знаем, после дистанции 350 метров отправились на стометровку. Очень зрелищный вид программы, вначале проходивший в лодках-одиночках. Одним из участников этих заездов был Александр Владимирович Соляник, воспитанник Мозорской гребли, мастер весла со стажем. У нас раньше была очень дружная семья. Семья гребцов, они всегда приходили друг к другу на выручку. Сейчас старые все лица, все знакомые, все общаются, все живем дружной семьей. Поэтому это мотивирует заниматься, показывать какие-то результаты. Если Александр Владимирович и в прошлом году оспаривал кубок, то наш следующий собеседник впервые принял участие в этой захватывающей регате. В этих соревнованиях я выступаю впервые, потому что в прошлом году я был зрителем, и я очень завидовал тем спортсменам, которые гонялись. Эти соревнования на высшем уровне, и я только буду рад победить на них. Мастер каной Дмитрий Александрович Клименко победил на второй день в каной-одиночке на 5-километровом отрезке. Плюс ему покорился кубок каной-двойки с Юрием Мазановичем. Но об этом позже пока же вновь вашему вниманию байдарошник. Мазырянин Руслан Бичан с завсегдатой и лауреат крупнейших регат ветеранов последних лет. На каждый старт выходим, чтобы победить. Старт это, считаю, проходящим в подготовке к кубку Агеевых. Также, конечно, хочется поощущить те моменты, когда был помоложе, выступал на международных регатах и тому подобное. Забегая вперед, отмечим, что Руслан Анатольевич стал обладателем кубка Агеевых в Москве, одержав победы в нескольких видах программы в байдарке. А что до каной, то в первый день Кубка СНГ в Мозыре две золотые медали в своей копилке оставил Юрий Мазанович, вначале победивший в каной-двойке на дистанции 350 метров с Дмитрием Клименко, а после взявший вверх и в 100-метровом спринте. К этим соревнованиям подводили подготовку. Я со своим напарником Дмитрием Клименко выступили уже в каной-двойке, заняли первое место. Еще будем выступать на 5-километровой дистанции. Надеюсь, тоже поборемся за победу. Юрий Владимирович в прошлом году был в числе лучших спортсменов, как и наша следующая собеседница, представительница Мариупольской школы Грибли. Мы очень рады второй раз приехать к вам. Мы благодарны вашей организации, кто эти соревнования организует, все, кто причастны. Хотим сказать большое, огромное спасибо. Для нас это большой праздник и спорта, и дружбы. Мы очень сюда готовились приехать, выступить. Рады всех видеть, всех наших знакомых, всех друзей, с кем мы раньше гребли на водных дорожках. Всех повстречать. Очень нравятся ваши соревнования. Хотим, чтобы они проходили всегда в таком ключе, и чтобы больше людей приезжало. Мозри, Гумель, Бресты, Жоди, Новолкомль и Минск, Мариуполь, Кишинев, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Вышний Волочок, Химки, Ростов-на-Дону, Тверь. Все эти города представили своих участников на втором в истории Кубке СНГ по гребли на Байдарка-Каноэ среди ветеранов. Гребли представлены в Твери очень широко и очень массово. Гребут, начиная с Байдара-Каноэ, заканчивая сапами. Причем в этом году наблюдается шквал. Очень много людей занимается популяризацией сапы. Далее по регате, который проводится здесь. Приезжаем к нам второй раз. Регата очень интересная. Очень прекрасные организаторы организовывают данное мероприятие. Причем очень радует тайминг гонки. Он действительно выдерживается. Никто никого не ждет по часу, по полчаса. Действительно все успевают. Вовремя мы приезжаем. Тверская гребля представила здесь и дебютантку, которая сразу ярко проявила себя. Очень здорово. Я первый раз решила приехать и не пожалела. Мне нравится. Организация мне нравится. Юлия Михайловна стала абсолютной победительницей среди женщин в Байдарке. Как и Иван Суранов, завоевавший золото во всех видах программы, где он принимал участие. Например, в Байдарке двойки с Николаем Бараничем на дистанции 350 метров. Всех медалистов и не перечислить. Но как забыть дуэт канонистов Викторов, Торчилы и Курлянчика? Байдарошника Николая у дота. Но не только результат в виде завоеванных медалей. Здесь имела значение сама гонка. Участие в этом удивительном соревновании играло важную роль. Очень хорошая теплая атмосфера. Радует, что старые друзья, коллеги с тем, с кем соревновался. Особо рад, что можно проехать и одолеть новую дистанцию 350 метров и 100 метров вместе со своими напарниками. Любовь к гребле – это на всю жизнь. Впрочем, пусть лучше нам об этом скажут сами участники этой замечательной регаты. В детстве, когда начинаешь заниматься и потом влюбляешься в этот вид спорта, он, наверное, навсегда остается. Уже как-то не покидает. И здесь много очень ребят, которых где-то не удалось им, например, в молодости достичь каких-то результатов. Они вот сейчас достигают. В любом случае, это увлечение. Встречаются люди, с которыми не виделись по 30 лет. Встречаешь их и радуешься, обнимаешься. Вот я сегодня увидел несколько людей, которых лет 35 не видел. Ну и, конечно, не могли мы обойтись без одного из главных идейных вдохновителей Кубка – Сергея Кавлевича Яшина. На самом деле, большое спасибо местным органам управления. Все включились на 100%. Большое спасибо Виталию Скорганову и Грибной базе за то, что на три дня стало для нас всех родным домом. Ну и Кимбургскому каналу, и, конечно, Мозорскому телевидению, без которого мы уже не мыслим, наши репортажи и потом видеоролики. Это знаменательное событие, которое сегодня заменило для всех наших спортсменов всемирные европейские игры, которые были в Финляндии, нас не пригласили, но с успехом мы погонялись здесь. Встреча, радушный прием, хорошая погода, кстати. Поэтому всем спасибо, все здорово. Это удивительное соревнование уже второй раз проходит в Мозоре. В первую очередь, благодаря Олегу Владимировичу Корнеевцу, который не только на организаторской Ниве добивается достижений, он еще и как гребец показывает себя с самой лучшей стороны. Спасибо большое, что все приехали. Чувствуется атмосфера праздника. Огромное всем спасибо. Любопытно, важно ли Олегу Владимировичу самому завоевать медали, показать хороший байдарошный ход? Конечно, мне очень важно. Это же спорт. Я очень огорчен, что не попал в полуфинал над 100 метров. Очень огорчен. Но вместе с тем я очень рад, что был вторым в двойке и очень красиво мы выиграли в четверке. Что до впечатлений участников, то вашему вниманию один из лучших белорусских канонистов конца 20 века Сергей Валерьевич Лавникович. Я здесь уже второй раз и очень, очень классная атмосфера. Это просто фестиваль гребли. Для тех, кто немножко закончил греблю, но еще хочет немножко погрести. Это фестиваль очень хороший. Для таких ветеранов, для возрастных уже очень приятно, что здесь такая организация. Все друг о друге заботятся. Просто на высшем уровне все. Очень нравится. И будем приезжать сюда и в остальные годы. Возвращаясь к результатам, отметим, что второй соревновательный день включал в себя гонки на дистанции 350 метров в лодках-одиночках. Стайерский 10-километровый тур. И не перечисляя всех победителей, выделим Ивана Суранова, который может и на состязании действующих спортсменов завоевывать награды. Аркадий Миняев. Он показал себя самой лучшей стороны. Сергей Таченов стал обладателем кубка в своем виде программы. Александр Болтынский поддержал реномей Минской школы гребли. Алексей Иванов получил свои награды в высшие пробы. Впервые в рамках кубка был проведен заезд на призы торгового дома Бобровский. Он включал в себя 350-метровый старт. Шести лучших белорусских байдарушников. Алексей Мисюченко, Илья Федоренко, Дмитрий Натынчик, Никита Санько, Денис Ермоленко и Виталий Белько в таком порядке и расположились. Эти титаны мировой гребли, безусловно, украсившие своим заездом соревнования. Соремонию награждения на сей раз вместе с Вадимом Геннадьевичем Махневым проводил заслуженный тренер Беларуси легендарный Владимир Владимирович Шантарович. И стоит выразить благодарность торговому дому Бобровский и лично Геннадию Григорьевичу Киринскому за этот уникальный заезд. Возвращаясь к участникам, отметим прекрасных леди, которые украсили собой регаты. Нам не просто понравилось. Мы в восторге. Мы в восторге от приема. В восторге от гостеприимства белорусов. В восторге от красоты реки Припять и всех вот этих местных пейзажей. Ну а самое главное люди. Люди это то, что всегда украшает и, наверное, меняет наше принятие мира всегда к лучшему. Нам очень здесь нравится. Мы считаем, что всем нужно приезжать сюда, в Беларусь. Мне все очень понравилось. Я была шикарно довольна то, что мама гребет, то, что ее друзья гребут. Короче, мне все понравилось. Снова на пятистале почета мы увидели Юрия Мазановича, его товарищи Поконой Дмитриев, Войтишкина и Клименко, Сергея Лавниковича, его тезку Хлиманенко, которую награждал сам Леонид Андреевич Деревянко, как и Андрея Сычугова со товарища, Сергея Аксенова, опытный Валерий Подмазов и победитель старшей группы Виктор Изотов поднялись на пятистал почета, Надежда Сергеева и неподражаемый Александр Грамулич. Один из самых сильных представителей мироконова конца 20 века. Человек большой души и запоминающейся внешности. Очень доволен. Я рад, что удалось повторить, как в прошлом году. Я рад, что я присутствую здесь, участвую. Рад видеть участников, соперников прошлогодних. Можно снова и снова восторгаться этими людьми, всецело преданными спорту гребли на байдарках и каноэ. Мне очень понравилось. Это самое яркое событие в этом году. В прошлом году это было третье по яркости. На первом месте рождение дочери, на втором день рождения жены, вдруг она смотрит, и третий кубок стран СНГ. Спасибо большое организаторам, спасибо большое соперникам. Пусть нас не судят строго те победители и призеры, кого мы не отметили отдельно. Хотя здесь каждый участник может назвать себя чемпионом в той или иной степени. Это соревнование имеет важнейшее значение. Для Полеска, Белорусска, да, наверное, в целом для всей гребли на байдарках и каноэ. Не случайно второй год подряд одним из активнейших участников кубка является Александр Анатольевич Ермаков, председатель федерации гребли на байдарках и каноэ Гомельской области. Это должно продолжаться. Спасибо огромное организаторам, которые все это дело воплотили в жизнь, потому что планы такие были у нас давно, но вот второй год эти соревнования проходят на территории этого залива. И это единственное соревнование, которое осталось для белорусских гребцов и российских, кроме еще регаты, которые в Москве на Крылатском, это Агеевых, кубок братьев Агеевых, к сожалению. К сожалению, подобных регат немного, но к счастью они есть. И Мозырь может гордиться этим замечательным соревнованием, в организации которого самое деятельное участие приняли Гомельский вагоностроительный завод, представительство «Белгострах» по Мозырскому району, Гомельская областная организация ветеранов физической культуры и спорта во главе с ее председателем Николаем Алексеевичем Ниловым, нельзя забыть яркий заезд на призы торгового дома «Бобровский», с дюшор спортивного клуба Федерации и профсоюза в Беларуси ее директора Виталия Викторовича Скрыганова и, конечно же, честь и хвала Олегу Владимировичу Корнеевцу, можно сказать, отцу-основателю этого яркого, неповторимого, уже всеми любимого Кубка стран СНГ по гребле на байдарках и каноэ. Субтитры создавал DimaTorzok